Здравствуйте! Здоровье основополагающий фактор для каждого человека. Все остальные ценности уходят на второй план, если здоровья нет. И поэтому, конечно, очень важно, что у нас каждого со здоровьем, очень важно, каким образом здравоохранение помогает нам исцелиться. И поэтому мы проводим сегодня «Круглый стол» и гости «Круглого стола» – министра здравоохранения Чувашской Республики и главные врачи различных республиканских медицинских учреждений, а также представители общественности, которые следят, конечно, каким образом сегодня оказывается качество услуг. Тем более, что сегодняшний «Круглый стол» проходит у нас буквально сразу после недавнего выступления президента страны, который в том числе обратил внимание серьезное на организацию здравоохранения в Чувашской Республике. Уважаемые эксперты, в послании президента России было сказано, что, несмотря на скептические отзывы и вообще прогнозы организации объединенных наций, население России увеличилось на 8 миллионов человек. И два года в России наблюдается естественный прирост. Все это свидетельство – это о том, что у нас проводилась все-таки на государственном уровне, серьезная демографическая политика, да, и было организовано здоровье сбережения наций. Какой вклад в это внесла Чувашская Республика? Ну, да, на самом деле, если говорить о увеличении народа населения, то в Чувашской Республике уже последние три года, то есть третий год, наблюдается положительный прирост населения. И если вот прошлый год родилось больше, чем умерло в Чувашской Республике, больше на тысячу человек, позапрошлый год это была цифра порядка 700, то уже на сегодняшний день эта цифра приближается тоже где-то к 800-900 человек. То есть примерно так. То есть есть хорошие тенденции, да? Да, хорошие тенденции. И нужно говорить еще, наверное, о главном показателе – это увеличение продолжительности жизни населения как в целом по Российской Федерации, так и в Чувашской Республике. Причем вот прозвучало, что средний гражданин России стал жить больше и живет он сегодня 71 год. И в Чувашской Республике этот показатель тоже уже в прошлом году был 78 лет, а в этом году, я думаю, что мы тоже превысим показатель 71 год. И самое главное – это темпы роста, продолжительности жизни. Если за последние 10 лет, вот с 2000 по 2009 год, прирост составил где-то 2,5 года, то только за последние 3 года, то есть это вот как раз результат всех программ модернизации здравоохранения, национального проекта здоровья, рост продолжительности жизни составил за 3 года 2,3 года. То есть темпы роста выросли практически в 3 раза. То есть вот это, пожалуй, наверное, самый главный показатель того, что здравоохранение на самом деле оказывает существенное влияние на увеличение продолжительности жизни. Ну, я даже позволю себе добавить к словам министра о том, что на территории отдельно взятых районов в Чувашской Республике превышение ротаемости наблюдалось уже давно, даже в течение 10 лет, да, значительно так. И, конечно, вот модернизация для районов, для районных ЦРБ, скажем напрямую, да, наверное, тоже играла какое-то существенное значение. Вот в целом по Республике темпы и объемы финансирования, они были какими? Ну, в целом, конечно, большое вливание, то есть плюс начался с национального проекта здоровья, это 2006 год, значительное вливание произошло при, когда стартовала программа модернизации, это 2010-2011 годы, когда в Республику практически одномоментно за 2 года пришло почти более чем 4,5 миллиарда рублей. Конечно, это и модернизация здравоохранения, это и новое оборудование, это и ремонты, это и повышение заработной платы, это и внедрение стандартов, то есть это целое направление, которое дало нам на сегодняшний день, конечно же, те результаты, которые мы имеем сегодня. Ну вот и капитально-ремонтно, это было таким существенной федеральной поддержкой, да, и особенно суперсовременное оборудование. Совершенно верно. Для центральных районных больниц, кроме диагностического оборудования, которое мы тоже получили, мы также и отремонтировали свои структурные подразделения, но самое важное для нас, это все-таки приток молодых специалистов, то есть по программе «Земский доктор» в наши центральные районные больницы решили прийти молодые кадры. В частности, в нашу центральную районную больницу за 3 года пришли 40 человек. Для нас, конечно, это очень большой вклад, и молодые люди с новыми знаниями, с новыми желаниями работают в центральных районных больницах. Это во-первых. А во-вторых, то, что городские врачи, которые к нам приезжают, начинают понимать проблемы сельских жителей, и сейчас уже теперь нет разделения городской житель или сельский житель. То есть проблемы одни, задачи одни, и мы работаем вместе со всеми другими больницами республики. Ну, я вот когда, может быть, даже и редко выезжаю в какие-то районные медицинские наши учреждения, я вот с таким удовольствием и радостью хожу, потому что я родилась тоже в сельской местности, и, конечно, вот я и радуюсь. И новые эндоскопические стойки с новыми операционными столами, И суперсовременные томографы уже пришли туда, и пришли новые рентгенологические оборудования, которые, конечно, уже облучение там снижено. Просто действительно выравнивается качество жизни очень реально. А в городских клиниках, Летисану, что вы скажете? В городских тоже мы, в принципе, очень много получили, как за проект национальный по здоровью, так и по модернизации. Конкретно вот наша клиника, она, в общем-то, оказывающая работу по плановой экстренной работе. На сегодняшний день мы можем сказать, что приведение в соответствие перинатального центра, это, возможно, только было потому, что была программа модернизации. То есть ремонт всего перинатального центра. По оборудованию тоже мы соответствуем теперь полностью порядкам и стандартам. То есть мы можем оказывать помощь на высоком уровне. У нас горожане, кстати, хорошо очень рожают, да, в ваших родительных домах? Вот уже на сегодняшний день 7 тысяч родов переступили. То есть мы движемся дальше. Из села тоже достаточно много к нам приезжают, с удовольствием приезжают. Но и городские жители не отказываются, потому что условия... Кстати, вот вы тоже темой отличаетесь, что городской житель может приехать к вам на прием к каким-то специалистам. Сегодня нет такого ограничения жесткого? Нет, нет. Ну, мы, например, если являемся, например, по коллапрактологии лидерами в работе, соответственно, мы принимаем абсолютно всех, неважно, это район, республика, в смысле районы или город, мы принимаем жителей по направлению, независимо от места прописки. Ну и по некоторым другим тоже направлениям аналогично идет, например, большую помощь оказываем по пренатальной диагностике у беременных женщин. Мы принимаем женщин на скрининг, второй, третий скрининг у себя. Тоже, опять же, неважно, где по месту прописки они являются. Это тоже является одним из достижений модернизации. Особенно хотелось бы отметить большие достижения в области детского здравоохранения. Сделано очень много в том плане, что мы в последнее время получили очень большое количество оборудований, которые необходимы для диагностики. Особенно хотелось бы отметить вот такие серьезные, как когда-то были только у взрослых, это компьютерная томография, ядерно-магнитно-резонансные аппараты и много-много других аппаратур, особенно для исследований нервной системы, кровеносной системы. И поэтому сейчас мы оказываем очень хорошую, интенсивную работу. И хотелось бы еще раз отметить о том, что большое внимание было уделено организации и созданию современной реанимационной помощи. Тоже получили очень большое количество аппаратуры, дыхательной аппаратуры. И у нас сейчас таких проблем нет, как если раньше у нас была одна дыхательная аппаратура, допустим, и мы боялись, что поступит второй. Сейчас у нас их уже по каждой больнице почти не менее 4 до 12 аппаратов. И еще хотелось бы отметить о том, что очень хорошее медикаментозное лекарственное обеспечение стало. То есть у нас у детей перебоев каких-либо нету, все это бесплатно. И все необходимые лекарственные препараты, которые должны дети получать по социальному пакету, они есть и в достаточном количестве, и своевременно. Ну, кстати, одной из таких инноваций – это было создание центров здоровья, да, которые присутствуют в четырех городских больницах Чебоксары и Новочебоксарской, два детских центра. Да, вот я хочу добавить как раз по нашему центру здоровья. Центр здоровья работает, можно сказать, рентабельно в том плане, что выявляемость патологии. И мы не только выявляем там нарушения функционально, но и истинную патологию. И поэтому обслуживая количество детей, оно значительно больше, чем требует норматив. Опять-таки, почему? За счет аппаратуры, которая у нас имеется, которую мы можем использовать больше. Это такое воспомоществование к диспансеризации, которая тоже пошла системным фронтом, да, таким, широко. И самое главное, что родители это поняли, и они идут к нам сейчас очень активно. Ну, вот информация очень важна для телезрителей, радиослушателей, в очередной раз я это подчеркиваю. И еще хочу сказать, что мы будем выходить сейчас непосредственно в школы, выездные у нас будут работать, и поэтому мне бы хотелось, чтобы родители тоже активно включились вот в эту работу. Ну, Ялла Владимировна, мне кажется, одним из важнейших достижений наших пациентов, жителей республики, является то, что вот на моих глазах много лет уже граждане перестали выезжать в Питер, Москву, потому что высокие технологии пришли в республику. И я тоже всегда потрясена этим качеством, когда я бываю в таких высокотехнологических центрах. Ну, совершенно верно. То есть на сегодняшний день у нас только порядка шести клиник оказывают высокотехнологичную помощь. Это наши клиники в республике, причем республиканского, и городского даже подчинения, бывшие городские больницы. И, конечно же, наш федеральный центр, который работает вот уже пять лет на территории республики, и центр микрохирургии глаза. То есть это все позволяет нам на сегодняшний день практически не выезжать пациентам за пределы Чувашской республики. И те операции, которые 10 лет тому назад делались только, Москва, Санкт-Петербург, даже, ну, например, назовем, стентирование там, эндопротезирование. Стентирование – это лечение инфаркта миокарда, хронической ишемической болезни сердца, замена суставов, то есть эндопротезирование. Это дело только за пределами Чувашской республики. На сегодняшний день эти процедуры выполняются здесь, в наших клинических больницах, и пациенты не выезжают уже за пределы республики. Возьмем нашу неонтологическую помощь, тоже выхаживание глубоко недоношенных детей. То есть по этому показателю республика, ну, наверное, можно и похвалиться иногда. Лучше, одна из самых лучших. Наверное, да. На сегодняшний день этот показатель мы удерживаем уже в течение последних, ну, четырех-пяти лет на фактически лучших цифрах в России. Вы в тройке лучших в России. Мы переходим в первый, второй, третий, третий, второй, первый. То есть мы удерживаем этот показатель, собственно говоря, лучший показатель в Российской Федерации. Ну, поэтому это все высокие технологии. Причем это не только одна клиника, а это ведь созданная целая система. То есть это система, которая выстраивалась в республике тоже не один год. А потом нужно сказать о системе сосудистых центров. Это тоже очень важное достижение. То есть когда в республику пришло оборудование, когда были обучены кадры, когда были выстроены маршруты, когда были открыты первичные сосудистые отделения, когда был открыт региональный сосудистый центр. Ведь буквально в первые два года в республике наблюдалось и снижение смертности от инфарктов, от инсультов практически на 30%. А это сохраненные жизни отсюда и увеличение продолжительности жизни. Поэтому если раньше средний возраст смерти людей от инфарктов, от инсультов составлял где-то около 65-66 лет, то на сегодняшний день он подрос уже почти к 70 годам. То есть мы говорим, что люди с этой патологией стали жить значительно больше. То есть вот это достижение высоких технологий. Поэтому это на сегодняшний день достижение, которое есть в Чувашской республике. И, кстати, в рамках программы «Бумеранг» мы как бы выяснили в беседах со специалистами, что даже детские операции очень многие мы проводим на территории Чувашской республики, крайне редко выезжая уже в высокотехнологические центры Москвы. Это тоже серьезное достижение. Нужно отдать и отдать должное, и сказать огромное спасибо программе «Модернизация». Потому что ту реструктуризацию, которую мы провели в детской республиканской клинической больнице, нам позволило на сегодняшний день оснастить эту больницу, во-первых, современным оборудованием, сделать современные операционные, сконцентрировать, опять же, там технологии, сконцентрировать там кадры, сконцентрировать обученных специалистов, внедрить туда современные технологии оперативного лечения. Это эндоскопические методы, то есть мелкие разрезы для детей – это очень важно. И, естественно, сразу мы почувствовали уровень оказания медицинской помощи. Не нужно было уже вывозить детей в большем количестве за пределы республики. Все эти операции выполняются здесь, на территории Чувашской республики. То есть это мы все видим. Ну, я думаю, что это может подтвердить вот… Любой из главных врачей, которые здесь присутствуют. Главный врач детской больницы. То есть потому что, да, для кого-то, может быть, это была очень спорная тема, дискутабельная тема, когда нам приходилось закрывать хирургические койки в районных больницах. Но это было сделано тоже для того, чтобы дети привозились. У нас прекрасные дороги, у нас доступная транспортная доступность в республике. Поэтому ребенка быстрее привезти в республиканскую клиническую больницу и оказать там высоко специализированную медицинскую помощь, и тем самым и сократить пребывание койка дня, и самое главное – спасти этого ребенка от осложнений, ну и иногда, может быть, даже от смерти. Мы сконцентрировали хирургическую службу даже на уровне города на сегодняшний день. Это тоже, в общем-то, делается только во имя пациентов. Только во имя пациентов, а никоим образом не каких-то других целей. Ну вот, вся страна знает, в интернете особенно активно идет обсуждение между самими медиками, что очень много забастовок у москвичей. Вся эта перестройка, и не только, в некоторых регионах тоже происходили митинги. В Чувашии-то не бастовали у нас все так сильно хорошо, или это связано как-то с нашей ментальностью? Митинги и забастовки врачей были предметом очень пристального обсуждения на форуме «Действие-2», который проходил в Москве 17-18 числа. И я думаю, что там было сказано очень правильно. Во-первых, об этом говорили эксперты, которые сами непосредственно выезжали и участвовали на этих митингах. И было сказано, что реформы-то, может быть, и проводились правильно, но об этом людям не рассказали, не разъяснили. Не было диалога власти с профессиональным сообществом, профессионального сообщества с пациентами. Если бы вот этот диалог состоялся, то этих забастовок бы и не было. Не только самые врачи, но и пациенты должны знать, какие изменения будут происходить в их медицинском обслуживании. Без этого люди просто нас перестанут понимать. Поэтому я думаю, что вот этот вот урок, этот диалог, он необходим и у нас в республике, и его нужно, ну как бы, шире проводить, потому что вот те общественные организации, которые существуют на сегодняшний день, это общественный совет при Министерстве здравоохранения, это общественные советы при Росздравнадзоре, и у нас появился Общероссийский народный фронт, его региональное отделение, которое сейчас набирает силу. И, конечно... Вы знаете даже рабочую группу, которая называется «Социальная справедливость». То есть вы врач, который много лет работали в отрасли, очень хорошо знаете отрасль, прекрасно владеете темой модернизации, но есть какие-то системные вопросы, которые вы все равно призваны отстаивать теперь уже от пациентов, как человек, знающий отрасль. Пациентов от сообществ различных. И что бы я хотела сказать, что Общероссийский народный фронт, он сам не участвует, но он принимает вот все те замечания, все те явления, которые происходят у нас в обществе, и старается их направить в правильном русле. Общероссийский народный фронт работает над контролем за исполнением указов и поручений Путина. И нашей самой первейшей задачей является контролировать его майские указы, их исполнение. Как они исполняются на территории нашей республики? Ну, в этих указах у Путина было повысить зарплату, сократить срок ожидания их на прием в поликлинике в Тационаре. Да, решение кадрового вопроса, лекарственное обеспечение и так далее. И вот я хочу сказать, как я сама, ну, врач, что будут и изменения в образовательной системе, и что уже с 2016 года врачи после окончания медицинских институтов придут в поликлиники и больницы. То есть и дальше они уже могут уходить в узкие специальности только через три года. А сейчас у нас врач, закончивший вуз, он сразу хочет стать кардиологом или сразу хочет стать врачом-узистом и так далее. Поэтому, я думаю, кадровый потенциал через год буквально, через два года у нас он будет лучше, и в наши поликлиники, и в стационары придут врачи. Ну, может быть, часть социального напряжения, и мы находимся накануне выборов, я думаю, эта тема постоянно в социуме будет определенными политическими партиями подниматься, да? Может быть, это было напряжение, связанное с тем, что у нас пошел переход от стационарного оказывания помощи на амбулаторную, как делается вообще в цивилизованном-то мире? Первичное звено должно быть всегда сильным, мощным и с хорошим оборудованием, и работающим конкретно конкретного пациента. Что, в общем-то, относится к функционалу врача общей практики? Знать каждого пациента, а это очень важно, и вести его полностью по жизни. Если касаться конкретно лечению, то, в принципе, ведь достаточное количество заболеваний, которые можно спокойно лечить до, ну, скажем, на амбулаторном этапе, потому что есть у нас сейчас условия развития, когда первичное звено приближено к месту жительства. Например, наши поликлиники в ГКБ номер один, а их сейчас много, и они, по сути дела, в шаговой доступности от каждого пациента. И в этих офисах, в этих микрополиклиниках у нас развиты дневные стационары, где пациент может получить процедуру в любое для него удобное время. И дневной стационар – это не значит, что только с утра. Некоторые пациенты, например, работают, приходят вечером, получают эту процедуру. Именно как раз удобство для человека здесь возникает. И здесь не обязательно вот проекцию такую только на стационар. Но как-то вот есть в социуме такая угроза, что вот больницы сокращают, и вот уже все хуже и хуже туда попадать человек будет. Ну, стационары не сокращают. Мы, например, не видим по нам никакого сокращения. Но ведь, наверное, все-таки давайте поймем, что должно быть правильное понимание, кто лечится на дневном стационаре, кто амбулаторно, а кто на стационар. Просто так, ну, скажем, просто полежать. Как привыкли, да? Может быть, какое-то определенное поколение людей моего возраста, что в советское время это можно было помимо отпуска еще полежать в больничке как-то там. Здесь надо смотреть именно пользу для больного. А современные условия современно требуют уже других методов диагностики, других методов лечения. То есть мы уже достигли определенных успехов, и поэтому вот это все наша наука, все это наше позволяет нам, дает нам возможность уже лечить людей по-другому. И поэтому, если действительно, если раньше он нуждался в наблюдении в стационарных условиях, то вот это лечение и диагностика не нуждаются уже в стационарном наблюдении. То есть человек может в течение какого-то там часа, полутора, двух, трех часов пробыть в этой дневном стационаре и спокойно потом идти к себе домой. Врач должен в данном случае определить так называемый сегодня маршрут пациента. То есть одному нужен стационар, другому, возможно, вылечить в поликлинике. Понятно, что не в поликлинике, а на дневном стационаре или даже стационар на дому. Понятно, что если мы берем районные республики, центральную районную больницу, да, из деревни в ЦРБ на дневной стационар, конечно, не наездишься. Но для этого есть назначение, которое может выполнять врач общей практики, может даже выполнять фельдшер. Для этого у нас фельдшерские акушерские пункты. А в городе Чебоксары, опять-таки, врач должен четко выстрелить и объяснить пациенту. И главное – оказать ему медицинскую помощь. А где она будет оказана? Если необходимо в стационаре, если есть возможность в дневном стационаре, в дневном стационаре. Главное, чтобы пациент не остался без медицинской помощи. А, ну, как вы сказали, ментальность, ну, понятно, что кому-то хочется полежать, и он считает, что он от этого вылечится. А ведь благодаря вот тем современным высоким технологиям можно за один день вылечить то, что вчера лечилось в стационаре, извините меня, 10 дней. Простите меня, конечно, за мой цинизм, но мне показалось, что в митингах московских врачей присутствовал такой фактор, как все-таки работа в стационаре, она немножко другая, не такая, как на приеме в поликлинике. Понятно, наверное, по этому частью модернизации было повышение зарплаты врачам на первичном приеме, да? И вот сокращение вот этих рабочих мест врачей, оно показалось, может, им там неудобным лично по жизни. В Чувашии такого массового явления, я так понимаю, все равно не было. Ответить на этот вопрос, опять-таки, как выстроить эту систему и как это все объяснить. Не секрет, и мы с вами все прекрасно знаем, что стационары бывают разные. И интенсивность лечения в наших стационарах, она тоже очень и очень разная. Есть стационары, где, ну, скажем так, процедуры получаются до обеда, а после обеда этот стационар фактически заключается в чем? Поспать, полежать, покушать. То есть, ну, не секрет. И поэтому тогда возникает вопрос, а может быть, вот сконцентрировать этих людей, которые получают всю медицинскую помощь в стационаре до обеда, то есть с 8 до 2, до 3 часов дня, а после обеда освободить и врачей, и врач будет спать тогда дома, и медсестра тогда будет спать дома. Но, если говорить уже, переводить на деньги, деньги-то остаются все в больнице, то есть и врач тогда будет получать ту же заработную плату, и медсестра будет получать ту же заработную плату. Но более эффективно сам работать. Совершенно верно. Но при этом ночевать они будут дома, то есть они, в общем-то, не будут проводить тогда необходимые, там, вот по 2-3 ставки в больницах, как у нас говорят сегодня, что трос заработной платы у нас идет за счет того, что большое совместительство. Да, мы согласны, что этот вопрос, в общем-то, есть. Поэтому вот эти все вопросы, они, ну, скажем так, проводят реорганизацию оказания медицинской помощи, но никоим образом не сокращение медицинской помощи в том объеме, в котором она есть на сегодняшний день. Но если все-таки вернуться к врачам, может быть, они не бастовали у нас, потому что мы в четвертом месте в ПФО по уровню зарплаты? Опять же, это выполнение указа Путина. Ну, да, на сегодняшний день. Ну, я не знаю, может быть, на этот вопрос ответят лучше врачи или врачи? Ну, вот как раз на форуме было сказано, что все-таки это сказано было федеральным министром Скворцовой, что в 34 регионах России в этом году произошло снижение заработной платы медицинских работников. Но я думаю, что это не коснулось нашей республики, и я думаю, что это тоже очень немаловажный факт. Как было сказано, когда врачи выходят на улицу? Когда сокращается их рабочее место? И когда снижается их заработная плата? Так ведь? Если рабочие места есть, и заработная плата пока осталась такой же, значит, пока они должны работать. Еще очень важный вопрос поднимали о частной медицине. Например, было сказано, что ведь там тоже оказывается определенный объем работ. И что сегодня это, наверное, нужно объем работ, который проводится медицинскими работниками в этом регионе, надо это все вместе сопоставлять. И, может быть, часть той медицинской помощи, часть того объема медицинской помощи, которые оказываются в данном регионе, нужно перенаправлять на частные структуры. Поэтому я думаю, что и у нас в республике тоже над этим можно будет поработать, чтобы действительно частные клиники взяли на себя. Да, есть такие предложения Министерства экономического развития России о том, чтобы целый ряд государственных социальных учреждений, включая и медицинские, перешли в руки частных компаний. Потому что они, с одной стороны, будут выливать туда деньги, а с другой стороны, может быть, облегчат каким-то образом время государства. Вот насколько такая практика вообще... Я понимаю для Москвы, от чего, собственно, часть митинга, вероятно, и произошла. Что там более остро стоит этот вопрос. С частно-государственным партнерством у нас в Чувашской республике насколько вообще можно всерьез говорить при наших экономических условиях, при развитии нашей республики? Ну, я думаю, что говорить можно. И, честно говоря, у нас на сегодняшний день есть уже примеры. В частности, большая сеть частных клиник стоматологических, и уже шесть клиник у нас вошли в систему обязательного медицинского страхования, они работают. Проект частно-государственного партнерства у нас гемодиализмный центр. То есть в чистом виде центр построенный на частные деньги и работающий сегодня по программе обязательного медицинского страхования. У нас есть в республике центры, которые оказывают амбулаторную помощь частную, и, по большому счету, они сегодня готовы уже войти и взять часть услуг на себя. Поэтому я бы сказала, что главное, это, как сказал в своем послании президент Российской Федерации, это репутация. Если частник, зашедший в государственное здравоохранение, будет милосердным и с высокой репутацией, то я думаю, почему нет? Например, наше первичное сосудистое отделение создан только лишь по той причине, что у нас действительно работает так называемое частное государственное партнерство. То есть оборудование, стоящее это ЕМРТ, это частного, ну, скажем так, владельца, они у нас арендуют, но нам оказывают услугу в круглосуточном режиме, делают снимки и обследование пациентов, которые поступают по экстренности, по скорой помощи с подозрением на инсульты. Мы совершенно спокойно работаем, там качественно проходит вся работа, претензий никаких к ним нет, они выполняют нам обследование пациентов, мы, соответственно, оплачиваем их работу. И сосудистое отделение было открыто, по сути дела, без затрат государства на тяжелую технику для обследования этих пациентов. Путин что сказал в своем послании? Ведь, если вы заметили, он много не говорил по здравоохранению. Фактически, я так думаю, что обговорив встречу где-то в марте-апреле по вопросам здравоохранения, он отложил все эти вопросы вот туда, на будущий год. И в своем послании он только сказал о медицинском страховании. И я думаю, что действительно нас ожидают очень большие перемены в части медицинского страхования, как он сказал, у нас страхований нет. А если поменяются принципы сами страхования, может быть, это будет выгодно и частным инвесторам тоже, и частные поликлиники, частные доктора придут и работать будут. Поэтому я думаю, что перемены нас ждут, перемены у нас будут, и будем надеяться, что это все. Вот они пациентов-то страшат, и, может быть, как-то и напрягают. И Путин-то говорил о том, что там должна быть создана система централизованного контроля. Вот если, возвращаясь к этим словам Путина, сегодня ведь у нас существует государственный контроль в лице, наверное, не только Росздрава, но и Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Существует ведомственный контроль внутри самой больницы, и существует еще и внешний общественный контроль в лице этих самых общественных организаторов. Вот каким образом этот внутренний контроль, скажем так, организован? Для этого есть определенная нормативная база, и нам отдают часть полномочий для того, чтобы, скажем так, организовывать в каждом лечебном учреждении так называемую трехуровневую систему контроля. Что это такое? То есть это заведующее отделение в стационаре на участке контролирует, так как врачи проводят все манипуляции, как лечат, как оформляют первичную документацию. Есть второй уровень – это замы, которые контролируют уже конкретно количество определенной истории болезни, амбулаторных карт, тоже по качеству проведения все лечения пациентов. И есть еще третий уровень – это уже так называемая комиссия, которая тоже определенное количество истории болезни амбулаторных карт ежемесячно должна просматривать для того, чтобы понимать, правильно ли выполнены порядки и стандарты, правильно выполнены все приказы Министерства захоронения Чувашской Республики по маршрутизации, и все ли сделано для того, чтобы качественно была оказана медицинская помощь. То есть врач все-таки, он тоже заинтересован в порядке и в наведении, так сказать, вернее, в защите интересов пациента, да? Конечно, конечно. Это тут нельзя врачей подозревать, что они все гребут только в свою сторону? Нет, нет, нет. На нас лежит ответственность, качественно оказывать медицинскую помощь. И над вами там много-много проверяем. Ну, вообще вопрос качества – это самый больной вопрос. И каждый человек, он, по-моему, каждый день у себя на кухне говорит о качестве, оказанной медицинской помощи. И одна из составляющих этого качества – это удовлетворенность наших пациентов, оказанной медицинской помощью. Вот, например, бывая на предыдущих форумах, вот на первом форуме действий, наш федеральный министр озвучил такую цифру, что удовлетворенность пациентов, оказанной медицинской помощью, в среднем по России тогда составляла 30% всего. В этом году, вот уже буквально в ноябре месяце, она нам озвучила цифру 44. И я, например, мне очень приятно было видеть, что по нашей республике эта оценка, она независимая – 57%. То есть, значит, все-таки качество у нас есть. И министерство проводит опросы, и Росздрав проводит опросы, и вот уже третий институт включился в эту проверку. Вот что сам народ в лице пациентских организаций делает в этом смысле? Я бы хотела еще дополнить по словам Валентины Андреевны, что самая главная проблема довольства или недовольства пациента заключается в том, что он не знает. Он слышит там, бабушка-соседка сказала вот это, где-то, может быть, не очень корректно врач выразился, он не понял. Врачи между собой разговаривают на аббревиатуре специализированной, человек не понимает о чем. Поэтому чем больше мы будем доносить информации до потребителя, то есть до пациента, тем адекватнее мы, как пациенты, будем воспринимать всю работу. На самом деле, наверное, нужно согласиться с тем, что если будем много говорить и будем все объяснять, то как бы и будет понимание со стороны пациентов, со стороны врачей, со стороны всего сообщества. Говорить нужно всегда и везде, то есть на приеме, да, в газетах, да, на телевизоре, да, с врачами, с пациентами, то есть каждый на своем уровне. Сегодня в век информатизации, в век современных технологий, конечно же, это интернет. Конечно, сегодня, наверное, особенно молодое и среднее поколение, оно сидит все в интернете. То есть это наш медпортал. То есть медпортал, который, ну, фактически является единственным в Российской Федерации, где на одном интернет-ресурсе можно войти во все лечебные учреждения, можно войти, ну, вплоть до последнего фетшерского акушерского пункта, где созданы не только сайты лечебных учреждений, а есть даже сайты главных специалистов. Можно в реальном режиме задать вопрос любому главному специалисту, любому врачу. И, честно говоря, это тоже ответственность уже и врачей отвечать на эти вопросы. И ведь очень много идет вопросов-ответов. Есть лечебные учреждения, где в день только через интернет поступают до 20, до 50 вопросов. Все любят сегодня делать рейтинги. То есть, понятно, и мы пошли тоже по этому пути, попытались создать рейтинг лечебного учреждения. Опять-таки, он есть рейтинг внутри для лечебного учреждения, между, скажем так, лечебными учреждениями, для того, чтобы мы понимали, у кого где, какие проблемы. Потому что, ну, не всегда рейтинг лечебного учреждения, он вот в данном случае там для пациентов. Потому что пациенты, увидев учреждение более высокого уровня, или, скажем так, более высокого рейтинга, там все, естественно, захотят лечиться там. Наверное, это и правильно. Наверное, это и правильно. Как деньги за школьником в школу, так точно так же деньги за пациентом в больницу. Совершенно верно. То есть, поэтому, и эта вот система как раз прикрепления пациентов к лечебному учреждению, то есть, если они прикрепляются к какому-то определенному учреждению, то есть, мы уже, как администраторы, принимаем какое-то решение. Значит, нужно это лечебное учреждение усилить кадрами, увеличить там диагностическую базу. Но тогда, естественно, если другое учреждение вдруг оголится, то есть, будет проблема ведь там. Мы должны слышать друг друга, и пациенты нас, и мы пациентов. Конечно, без этого невозможно. Ну, по крайней мере, технологические условия для этого созданы. Технология создана, да. Сайты есть, мнения, отзывы пациентов о работе данного учреждения, они находятся под контролем формально, да, потому что этот процесс внутреннего контроля, он продолжается, и возможность высказать есть. И, возвращаясь к электронной регистратуре, и возвращаясь к роли врача, поскольку немножко тема так проскользнула мимо, я должна обратить внимание. Сегодня, вот я слушала в интернете выступление директора департамента по информатизации Минздрава России, и там было сказано, только 50% больниц в России сегодня оснащены вот такими технологическими возможностями. Чуваша была одна из лидеров. Электронную регистратуру мы ввели одними из первыми. У нас как никогда широко идет этот охват, но вот манипуляция в том смысле, что не все могут записаться, там, к кардиологу, там, или еще какому-то узкому специалисту, они опять связаны с ключевой фигурой терапевта. Здесь опять же есть и плюсы, есть и минусы. Я согласна, что сегодня республика имеет 100% охват вот этой электронной регистратуры, даже электронная карта поставлена во все лечебные учреждения. Ну, давайте я тебе говорю честно, что, ну, где-то да, где-то, может быть, не каждый врач еще может даже работать в этой электронной истории болезни в электронной амбулаторной карте. То есть кому-то это сложно дается просто освоить вот компьютер, и поэтому иногда и вот эти жалобы, что приходится заполнять и электронную историю, и писать от руки, мы не требуем этого. То есть если есть на сегодняшний день сегодня в электронной базе, то есть, пожалуйста, он может работать там. Есть проблемы и со стороны от пациентов, то есть которые записываются в электронную регистратуру, а потом не приходят. То есть эта проблема тоже есть. Причем там очень серьезные цифры, насколько я знаю. Поэтому это ведь тоже проблема. Обезалаберность, конечно, наших людей. То есть мы говорим тоже об ответственности и пациента тоже. То есть если он записался, тогда он должен прийти или хотя бы оповестить, что он не придет. Потому что если это окошечко занято, то, естественно, мы же планируем, что, значит, здесь кого-то не будет. И потом поэтому выстраиваются живые уже очереди. Поэтому проблема есть, как и со стороны врачей, конечно же, она есть, и со стороны пациентов. Я могу как бы здесь подтвердить на ваш вопрос, я тем более очень согласна с Аллой Владимировной, что мы должны слышать и слушать друг друга. Так вот, открыт колл-центр специально, который работает на город Чебоксара, Новочебоксарск, и отвечает на все звонки от всех пациентов. Но есть еще такой нюанс, Аллой Владимировна, и вот как бы все присутствующие. Вот в этой электронной регистраторе вы правильно задаете вопрос, как сообщить, если... Нет, мы пошли по такому пути. Вот по тем телефонам, которые там зафиксированы, мы начинаем обзванивать специально, сами активно выходить. И задаем вопрос. Иван Иванович, скажите, пожалуйста, завтра точно вы придете на этот? Так, к сожалению, вот эти номера неправильные оказались. Так вот это и жалко, мы снова тратим ресурс, но они не готовы. Да, да, да. Вот на сайте, там, где в электронной регистраторе, написан телефон этого колл-центра, и, в принципе, если человек хочет сообщить, что он не может прийти, он может дозвониться и сказать. И вот еще один из вопросов, который очень сильно, я думаю, волнует наших телезрителей и радиослушателей. Работа скорой помощи. Колоссальная работа была произведена по модернизации, я знаю, да, как все это объединить, контролировать, включая новые информационные технологии. Тем не менее, очень часто начинают отказывать каким-то пациентам в вызове. И вот какие угрозы и какие обнадеживающие вещи вы, как экспертное сообщество, можете сказать нашим зрителям и слушателям? Конечно, если врач отказывает пациенту, то, извините, это не врач. И если есть у нас, к сожалению, бывает у нас проскальзывают случаи, когда, да, мы получаем жалобы, говорят, мы позвонили на скорую, нам сказали, вам 80 лет, мы не приедем. Чаще всего так именно бывает. Ну, честно говоря, с такими врачами и с такими медсестрами-фельдшерами нужно просто расставаться, вот просто даже за один такой ответ. Но у вас там, кстати, контролирующие записи есть в скорой, да? Все контролируется, все записывается. Ну, поэтому это все есть. Поэтому мое мнение, вот честно говоря, очень жесткое по этому пути, в этом случае. Поэтому я бы сказал так, что в данном случае это все-таки ответственность врача и медицинской сестры. Мы все давали клятву врача, и отказать в медицинской помощи, конечно же, мы не имеем никакого права, ни морального, ни другого. Поэтому это уже репутация. Поэтому, а вопрос отвезли, не отвезли, довезли, это уже вопрос, опять-таки, второй. Здесь уже может быть к вопросу, опять-таки, почему не отвезли, ну, нужно тоже разбираться в каждом конкретном случае. То есть или неправильно поставили диагноз, не оценили, не оценили состояние. Это уровень качества врача. Это уже качество врача. То есть поэтому здесь, ну, то есть как поставлен диагноз? Правильно, неправильно, то есть оценено состояние больного правильно. То есть вот, наверное, только на этом. Но отказать, конечно, в помощи, ну, это просто нонсенс. Снова я возвращаюсь к словам Путина о том, что очень важно качество врача, да, и его милосердие, и его профессионализм. А ведь у нас не секрет, что очень часто врачи-то не дают пример для пациента. Очень много курящих врачей, выпивающих, особенно в среде хирургов. Все мы это, правда, это хорошо очень знаем, да. И с лишним весом врачей всегда умиляет, когда диетолог с лишним весом где-нибудь на центральном телевидении советует, как нам-то ему похудеть, да. Вот как внутри корпоративное сообщество, не могу сказать про место, да, да, но внутри корпоративное сообщество с этим как-то борется. Ну, наверное, все равно есть какие-то пути в борьбу. На сегодняшний день попробовали, вот сделали тренажерный зал в больнице. Думали, что никто не ходить не будет. Нет, хирурги как раз пошли, и очень активно пошли. Стали следить за собственным весом. На все остальное уже времени не стало даваться. Ну, по крайней мере, меньше стало оставаться. Потом открыли спортивную площадку. Тоже боялись, что не очень будет востребовано. Нет, очень было востребовано. Волейбол, футбол, тренажеры. А теперь очень просят, давайте эту спортивную площадку, которую зимой давайте зальем, чтобы был каток. Поэтому не так все плохо. Просто, наверное, надо заинтересовать и показать. И вот мне, например, очень нравится, когда Министерство захоронения показывает, как пример занятий. Вот, кстати, прогулка с врачом, да? Очень эффективно. Вы знаете, очень эффективно. Есть такая страна Бутан, у них запрет на просмотр телевизора, но вторник вся страна ходит пешком. В рамках заботы о здоровье, да? Может быть, нам надо стремиться вот к таким странам, как Бутан. Вы знаете, а вся Европа этим занимается, кстати. В Америке-то занималась всегда. Коль здоровья и престижная. И поэтому это, может быть, кто-то понимает неправильно, но это начинание абсолютно верное. Понимаете? Тут не только врач, но и пациент раскрывается полностью, когда именно... Когда врач без халата, не в кабинете. И тут откровенные беседы идут. Ты иногда ловишь то, что больной тебе скажет, то, что никогда бы не сказал. Понимаете? А это очень важно. Ну и потом я можно еще добавлю, как бы... Не надо забывать, что желательно, чтобы врач был здоровый сам, чтобы он был доволен жизнью, чтобы он был счастливый. Чем больше счастливых, довольных и здоровых врачей, чем, соответственно, качество оказания медицинской помощи, будет другое. И врач, если он приходит больной на работу, ну, невозможно рассчитывать на очень хорошее оказание медицинской помощи. И чем больше мы будем оздоравливаться, тем, соответственно, как сами будем здоровыми, будем работать качественно. Соответственно, мы даем пример пациентам. Потому что, например, те же прогулки по субботам, ну, это просто замечательно. Потому что чувствуешь после этого прилив сил, здоровья. Ну, самое главное, чтобы в них участвовали и граждане, в том числе. Участвовали. Это у нас ведь на территории районов стали возникать, да? У нас есть учащие врачи, которые ходят там в районах? Вот у вас есть точность, да? Конечно, да. Как относятся к этому жители района? У нас жители, вот села Шахазан, относятся очень хорошо. Но очень отрадно, что к нам сейчас присоединяются работники культуры. И они даже свои, как бы, мероприятия тоже вместе с нами рассматривают, чтобы был. У нас всегда здоровый народ. Ну, вот мы, наверное, на том уровне развития страны, когда должны весь социум задуматься о том, что у нас... Мы должны заниматься не просто здоровым образом жизни, у нас должен быть культ здорового образа жизни, да? Потому что увеличилась продолжительность жизни. И опять, как же на бумеранге рассказывают главные специалисты, у нас увеличивается количество определенного вида заболеваний, потому что люди-то живут дольше, и качество медицины повысилось, диагностические способности медицины выросли, и очень много болезней проявляется. Но самое главное, самый главный человек, это говорили еще великие медики, да, это сам человек, а не врач. Если ты доверишься врачу, и, не дай бог, не очень профессиональному, да, то ты, собственно, сам себя убьешь, а не медицина тебя убьет. Один из моментов, которые могут непосредственно в Чувашской республике вызывать какие-то нарекания у пациентов, это было такое достаточно серьезное объединение, там, в Шумер или в Канаше, в городе Чебоксары, нескольких больниц в одну. Вот, ну, чем это было замотивировано? Мотивация здесь в том, что детские больницы, которые у нас имеются в городе, и в связи с реорганизацией хирургической службы, то освободились определенные площади. И, естественно, в одной больнице концентрации оборудования было больше, чем в другой больнице. То есть эффективность, да, вообще всех средств, она уполнялась? Да, нужно было эффективно, надо было использовать, и поэтому мы пришли к выводу, что все-таки же необходимо более эффективно использовать не только деньги, но и более эффективно использовать оборудование, и чтобы это было отражалось на качестве оказания медицинской помощи детям. Ни один врач, ни одна медсестра и ни одна санитарка нами не были сокращены. Хирургическая служба у нас осталась. Нельзя сказать, что она вся перешла в республиканскую больницу. Она у нас плановая. И вот эту хирургическую службу плановую мы будем развивать очень серьезно. И в Шумерли, и в Канаше объединение же прошло тоже для того, чтобы объединить комплекс. Опять-таки возникает вопрос. Это объединение больше, наверное, технологических условий, потому что появилось оборудование, которое может работать и на взрослых, и на детей. И в этой связи вот это объединение опять-таки соединило именно технологии. Конечно же, все делается только во имя пациента. И поэтому в данном случае концентрация технологий, усилий, финансовых средств направлена в первую очередь для того, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи для нашего пациента. Ну, так что временные трудности, они бывают в любой модернизации, но эффект потом там на выходе, он гораздо более высокий. Наверное, одним из таких проектов является и диспантеризация, всеобщая диспантеризация, да, потому что, с одной стороны, она, может быть, повлечет увеличение количества заболевших, да, но, с другой стороны, это ранние фазы. Я могу привести, опять же, слова федерального министра, который был сказан, что, да, работа по оказанию первичной медико-санитарной помощи, конечно, является у нас основным, так? Но в этой первичной медико-санитарной помощи 60% должно оказываться медицинской помощи профилактической. Что это? Это как раз и есть диспансеризация прежде всего. Если в прошлом году мы начинали эту диспансеризацию, то активно здесь работали медицинские работники. А вот по итогам той диспансеризации прошлого года в этом году уже сами пациенты заинтересованы в том, чтобы пройти. Вы понимаете, вот в деревнях на фельдшерско-акушерских пунктах, потому что диспансеризацию мы проводим в выездных условиях, и когда вывешивается объявление, что приезжают узкие специалисты, на местах делают УЗИ, электрокардиограмму, и вот эти все пациенты старческого возраста, молодого возраста, идут на эту диспансеризацию. Главная цель это все-таки выявить и факторы риска, и выявить заболевания, которые на самом деле выявляются на ранних стадиях. То есть, если мы будем говорить о 200 онкологических заболеваниях, ну, чуть больше, там, 200 онкологических заболеваний, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания сердца, которые были выявлены в рамках диспансеризации, они же позволили прийти этим пациентам на ранней стадии в тот же онкологический диспансер, в тот же кардиодиспансер, в тот же эндокринологический диспансер. То есть, и люди получили квалифицированную медицинскую помощь на ранних стадиях. А это что? А это впоследствии продолжение жизни, увеличение продолжительности их жизни. А для кого-то вообще-то это спасенная жизнь, вероятно, что человек мог никогда не попасть в больницу, и вернее только в четвертой фазе какого-нибудь рака там, да? Конечно, тоже могут быть нюансы, конечно, где-то могут быть какие-то накладки, да, то есть, в общем-то, ну, здесь нужно работать в каждом конкретном случае. Везде есть человеческий фактор, везде, поэтому он есть как и среди пациентов, так и среди врачей медицинских сестер, но все-таки, я думаю, что большая часть врачей, медицинских сестер, это все-таки у нас очень квалифицированные, ответственные граждане. Ну и закрывая нашу программу, я задам такой вопрос. С 1 января 2015 года в здравоохранении России, в Чувашии в том числе, идет одноканальное финансирование. Многие, может быть, это и не понимают, что это такое, да, но это все воспринимается, все новое воспринимается как угроза. Чем это угрожает медицинским организациям и пациентам? Я думаю, что в целом пациенты не почувствуют никакой разницы, что было сегодня, что будет завтра. То есть, это в чистом виде, ну, скажем так, система бюджетного и внебюджетного финансирования, когда деньги бюджета переходят. Это вопрос узких специалистов. Это вопрос больше даже финансистов и организаторов здравоохранения. То есть, даже простой врач не почувствует ничего. И не почувствует ничего на себе, вот именно изменения, глобального изменения, ни пациент, ни врач. То есть, это в чистом виде системы. Это будет что, удобнее для медицинских учреждений? Это удобнее для медицинских учреждений, для того, то есть, уменьшится там отчетность, идут деньги по одному, по одному каналу, нет учета в разных бюджетных системах. То есть, честно говоря, для медицинского сообщества, для именно организаторов здравоохранения будет даже легче. Ну, как предсечи, вот сегодня выдают бумажечку, насколько тебе рублей, копеек оказана медицинская помощь. Одни, значит, читают и понимают, что не зря он платит деньги, налоговый бюджет, да, а другие недоумевают и просят там вернуть сдачу. Ну, понимаете, это опять, если говорить, вот в послании президента Российской Федерации было сказано о страховой медицине. Да, может быть, она у нас не такая, мы пытаемся сравнивать ее с западными страховыми системами, но у нас система обязательного медицинского страхования, и каждый платит 5,1% фонда обязательного медицинского страхования от своей заработной платы. Но мы же не... Платит работодатель, и ни один из нас работающих не знает, сколько реально он платит в год вот этих денег. То есть, тот, кто получает 10 тысяч, тот, кто платит 100 тысяч, они платят совершенно разную сумму. И, кстати, если поинтересуется кто-то, они могут посчитать, сколько они денег заплатили, а потом сложить свои бумажки и посчитать, сколько им государство на какую сумму оказало медпомощь. У кого-то это будет сумма несопоставимая. А объемы медицинской помощи, объемы медицинской помощи, они ведь не зависят от того, какую сумму мы заплатили. И тот, кто заплатил очень много, может вообще не прийти в лечебное учреждение в течение года. А тот, кто заплатил очень мало, может получить эту помощь за троих, за четверых и так далее. Вплоть до 30, 40, 50 миллионов рублей, если это заболевание. Это орфанное заболевание на сегодняшний день, будет выплачена такая сумма. Поэтому фактически это и есть страховой принцип здравоохранения, когда платим мы все очень разную сумму, а помощь получаем практически одинаковую. Гарантированно. Ну, таково свойство нашего социального государства, да? В Америке, кстати, свыше 40% людей не являются застрахованными, не имеющими медицинской страховки, да? И, конечно, там, если ты платишь высокую медицинскую страховку, которая ныне у нас является дополнительной медицинской, да, страхованием, там ты получишь какой-то объем, здесь ты получишь какой-то. И, как мне говорили кардиологи, со скорой помощи человек сидит и может ждать 3 часа оказания медицинской помощи в этой самой хваленой Америке, да? А у нас все-таки уровень оказания помощи, это вот доступность скорой помощи и норматив по госпитализации у нас какой еще раз напомним? Доест 20 минут это средний доест, понятно, что бывает скорая приезжает и за 7, и за 3 минуты, бывает, что она приезжает и за 25, за 30 минут бывает, и это, поэтому мы же говорим о среднем доезде, поэтому, конечно, есть нюансы. Хотелось бы сказать, что ответственность пациента за свое здоровье это тоже факт, который мы не можем отрицать, то есть мы должны обязательно сами прежде всего отвечать, не сваливая на кого-то ответственность за то, что я болею. Ну и действительно, уже теперь завершая нашу программу, уважаемые телезрители, радиослушатели, я подчеркну, что за последние годы в рамках модернизации здравоохранения вот непосредственно нашей республики я знаю о том, что спасены жизни 20-30 тысяч человек, это совершенно точно может быть даже и более. Это все, конечно, замечательно, но вот слова Светланы, они должны стать рефреном, вообще девизом и смыслом нашей жизни. Никто не спасет тебя самого, никто не спасет твое здоровье лучше, качественнее и быстрее, чем ты сам. Поэтому спасибо экспертам, а всем нашим телезрителям и радиослушателям доброго здоровья. Редактор субтитров А.Семкин